Многие мечтают установить мировой рекорд. Кому бы не хотелось бегать быстрее всех на свете или иметь самый высокий IQ? А может вы хотите иметь самый популярный канал на YouTube? Но некоторые рекордсмены никогда не планировали и вовсе не хотели устанавливать никаких рекордов. Меня зовут Рита Эртман и сейчас я расскажу вам о 5 рекордах, которые вы ни за что не захотели бы побить. Мэтт Сутер был 19-летним выпускником средней школы, когда 12 марта 2006 года шторм накинулся на его родной город Форленд, штат Миссури. В то воскресенье Сутер был в трейлере со своей бабушкой и дядей. Когда порывы ветра и дождь обрушились на трейлер, Сутер стоял на диване, пытаясь закрыть окно и был одет только в шорты. В этот момент он услышал рев, который становился все громче и громче. Заднюю и переднюю дверь трейлера выдуло, а стены полу и потолок начали двигаться. Трейлер начал опрокидываться, стены начали рушиться. После этого лампа ударила Сутера по голове и он упал без сознания. Обмякшее тело Сутера вытянуло наружу, прямо в вихрь. Это был смерч категории F2 и он перенес юношу на 400 метров, длину четырех футбольных полей. Он очнулся живой и невредимый, не считая маленькой раны на голове. Чудесным образом его бабушка и дядя тоже пережили разрушение их трейлера, но были завалены тяжелой мебелью. Рекордный полет Сутера не первый. В Южной Дакоте девочка и ее пони пережили 300-метровый полет на торнадо в 1955 году. Джон Броуэр Минух из штата Вашингтон в возрасте 12 лет весил 135 килограмм. Его вес неуклонно увеличивался, пока не достиг пика на отметке 635 килограмм в 1978 году. В том году он пострадал от сердечной и дыхательной недостаточности и потребовалось 12 пожарных, чтобы доставить его в госпиталь университета в Сиэтле. У него диагностировали сильнейшую водянку. Врачи подсчитали, что в нем 400 килограмм накопленной жидкости. Джон находился в госпитале два года, лежа на двух сдвинутых кроватях, и нужно было 13 человек, чтобы его перевернуть. Во время пребывания в госпитале Джон женился на девушке по имени Жанет. И поскольку она весила всего 50 килограмм, они установили рекорд как пара с наибольшей разницей в весе. Его посадили на диету, и к моменту своей выписки в 1980 году он потерял 419 килограмм. Это наибольшее количество сброшенных килограммов, когда-либо зафиксированное. Но это серьезно повлияло на тело Джона, и он умер в 1983 году, в возрасте 41 года. Самая тяжелая женщина – это Розали Брэдфорд из Флориды, которая достигла веса 544 килограмма. Как и Джон Минох, Брэдфорд боролась с ожирением всю свою жизнь. Но это было до того, как она вышла замуж и родила ребенка, из-за чего ее вес стремительно увеличился. Она была в такой депрессии, что пыталась покончить с собой с помощью обезболивающих. Но из-за ее веса таблетки просто заставили ее уснуть на несколько дней. Благодаря гуру по диетологии Ричарду Симонсону она села на диету и начала программу тренировок. Вначале упражнения заключались в хлопании в ладоши. За первый год она сбросила 190 килограмм, а всего потеряла 317. Рекордный вес сброшенной женщины. В 1992 году она весила под 136 килограмм, получила образование, степень по психологии и начала ездить по стране, давая мотивационные речи. Она умерла в 2006 году в возрасте 63 лет. Дональд Кэмпбелл имеет 8 мировых рекордов скорости на земле и на воде. Он все еще единственный человек, кто побил оба вида рекордов за один год. Но 16 сентября 1960 года он установил рекорд, на который не рассчитывал. Дональд был единственным сыном сэра Малькольма Кэмпбелла, пионера гонок и держателя 13 скоростных рекордов, 9 на земле и 4 на воде. Вскоре после смерти отца Дональд узнал, что один американец собирается побить рекорд его отца на воде и решил, что нужно держать знамя своей семьи. В 1950-е годы Кэмпбелл неуклонно поднимал рекорд отца на воде от 257 до 480 километров в час. Он постоянно сравнивал свой успех с отцовским. И в 1960 году юный Кэмпбелл побил рекорд на земле, который ранее принадлежал отцу. Дональд был уверен, что из его Bluebird CN7 можно выжать 643 километра в час, но он потерял контроль на скорости 586 километров в час. Структурная прочность Bluebird спасла его жизнь в тот роковой день. 16 сентября 1960 года. Он перенес перелом черепа и разрыв барабанной перепонки. Спустя несколько месяцев Кэмпбелл снова участвовал в гонках. В 1964 году ему все-таки удалось поставить рекорд в 648 с половиной километров в час. Потом он снова обратил взгляд на воду и умер 4 января 1967 года, когда потерял контроль над своей Bluebird K7 на скорости более чем 480 километров в час. Его тело оставалось лежать на дне озера Конистон Уотер до 2001 года. С тех пор, как он прыгнул в последний раз в 1977 году, Роберт Крейг Нивелл, известный как Ивол Нивелл, имеет на счету 150 скачков на мотоцикле от рампы до рампы через различные препятствия. Он разбивался и терпел неудачи в 18 из этих прыжков. В результате он перенес более чем 433 перелома на 35 различных костях. И это мировой рекорд. Он ломал череп, нос, челюсть, обе ключицы, обе руки, оба запястья, грудную кость, каждое ребро и спину 5 раз. В дополнение он сломал обе ладошки, некоторые пальцы ног, правую голень, правое колено, копчик, левое бедро и трижды ломал таз. Когда случилась его первая серьезная травма, он еще даже не водил мотоцикл. В феврале 1966 года Нивелл пытался перепрыгнуть через мотоциклиста, едущего на скорости. Он прыгнул слишком поздно и его ударило в пах, отбросив на 4,5 метра. Намного худшая авария произошла 31 декабря 1967 года, когда он пытался перепрыгнуть на мотоцикле в фонтан в Лас-Вегасе. Дистанция 43 метра. Он перепрыгнул через фонтан, но неудачно приземлился. Он прокинул руль мотоцикла и скользил по парковке. Его верхняя часть ноги и таз были раздроблены. Он сломал бедро, запястье, обе лодыжки и получил сотрясение мозга, которое отправило его в кома на 29 дней. Отказ от прыжков не привел к прекращению посещений больницы. Например, он упал, играя в гольф, и это привело к протезированию бедра. Потом Нивелл дважды упал в собственный бассейн, сломав ребра и колено. Ему сделали пересадку печени в 1999 году после того, как алкоголь убил его собственную. К концу своей жизни он носил на животе насос, который доставлял морфий и синтетический героин прямо к его позвоночнику. Он умер 30 ноября 2007 года от фиброза легких. 26 января 1972 года югославский пассажирский самолет Дуглас DC-9, следовавший рейсом из Копенгагена в Загреб, взорвался в воздухе рядом с деревней Сербской Каменицы в Чехословакии на высоте 10 160 метров. Причиной трагедии по версии югославских властей стала бомба, спрятанная на борту авиалайнера хорватскими террористами. Самолет, разорвавшись на части, стал падать вниз. В средней секции находилась 22-летняя стюардесса Весна Вылович. Весна не должна была быть на том рейсе. Она подменяла свою коллегу и тезку Весну Николич. Обломки самолета упали на заснеженные деревья, что смягчило удар. Но удача для девушки оказалась не только в этом. Ее в бессознательном состоянии первым обнаружил местный крестьянин Бруно Хонке, в годы войны работавший в немецком полевом госпитале и умевший оказывать первую медицинскую помощь. Сразу после этого стюардессу, единственную выжившую в катастрофе, доставили в госпиталь. Весна Вылович провела 27 дней в коме и 16 месяцев на больничной койке, но все-таки выжила. В 1985 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннеса за самый высотный прыжок без парашюта, получив сертификат из рук своего музыкального кумира, участника знаменитой группы Битлз, Пола Маккартни. Ну а на этом все. Ставьте лайки, если вас впечатлило это видео. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!